На юбилей Назаревской школы собрались учителя, ребята, родители, многочисленные друзья и партнеры. Свой особый колорит сельская школа не растеряла за 55 лет, а только впитала все самое лучшее. Я хочу пожелать всей нашей школе, прежде всего коллективу, ребятам, всем-всем-всем, родителям, нашему поселку, я хочу пожелать, чтобы наша школа была самая лучшая в Одинцовском районе. Пусть она будет счастливой, удачливой, творческой, талантливой, а это зависит от наших учителей, от нашего коллектива. Поэтому с днем рождения, дорогая, любимая Назаревская школа. Учебное заведение занимает достойное место в системе образования Одинцовского района. Ее ученики неоднократно становились призерами и победителями Олимпиады конкурсов. Все они в этот день блистали на сцене. Моей школе сегодня исполняется 55 лет. Это такая достаточно большая дата, это юбилей нашей школы. И нам всем очень приятно учиться в этой школе. Во-первых, это мне, учителям. Моей школе очень добрые, отзывчивые, настойчивые. И на уроках мне довольно приятно находиться и общаться с коллективом, с друзьями. Педагогический коллектив, ученики, родители, администрация поселения Назаревская мечтают об одном – о новой и просторной школе. Старое здание уже отработало свой ресурс, да и с трудом вмещает всех учеников, которых с каждым годом становится все больше. Сейчас ни много ни мало 55 лет нашей школе. С одной стороны, это очень радостное событие, юбилей, 55 лет, такая красивая круглая дата. С другой стороны, мы понимаем, что уже 55 лет для здания школы – это уже такой почтенный возраст. И вот мы сегодня с директором школы высказываем нашу общую мечту, наше общее желание, что возможно, возможно оно сбудется. Мы очень хотели бы построить новое здание школы. И тем не менее, история от этого не уйдет со своей стези. Мы также будем отмечать дальнейшие юбилеи. Но следующий юбилей очень бы хотелось отметить в новом, современном, благоприятном здании нашей Назаревской школы. Конечно, есть мечта. Мечта, в первую очередь, это учителей, жителей, на территории, в которой мы находимся. Здесь у нас Назарево. Я думаю, что это, конечно, осуществимо, но это должна быть дорожная карта. Потому что где дети будут учиться, если мы тоже уберем это здание, потому что его необходимо по всем нормам будет сносить часть здания. Или как это будет выглядеть. Поэтому я думаю, что это, наверное, впереди не нужно бежать. Нужно просто плодотворно и планомерно выстроить дорожную карту и идти к ней пошагово. Сегодняшнюю годовщину, 55 лет. Прежде всего, хочется, конечно, поздравить педагогов школы в Назарево. И пожелать, конечно, чтобы школа продолжала развиваться, продолжала воспитывать талантливых детей, дарить их нашей стране, растить настоящих граждан, настоящих патриотов нашей страны, чтобы они были умными и талантливыми. Со сцены звучали слова благодарности не только всем учителям, но и друзьям учебного заведения. А таких оказалось немало. Каждый получил благодарственное письмо и символический подарок о памятной дате. Назаревской школе исполнилось 50 лет. Много или мало? Этот вопрос всегда волнует нас. Много, потому что уже 10 поколений. Много, потому что выросли дети, выросли учителя в своем профессионализме. Много, потому что они светлой душой, активные. У них впереди еще много всего интересного. Они все хотят учиться. И взрослые, и дети. А это самое главное. Хотеть чему-либо научить и научиться. Поэтому с праздником, коллеги, всего вам самого наилучшего. И от всего директорского корпуса Одинцовского муниципального района примите от нас вот такой красивый букет с наилучшими пожеланиями и процветанием в вашей школе. Сельская школа – это особый мир. Очень добрый, нежный и трепетный. Назаревская школа уверенно идет в ногу со временем и сохраняет свою самобытность. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.